Поговорим языком домашних растений о семейном счастье и благополучии. С древних времен некоторые растения считаются талисманами и живыми созданиями, имеющими душу, способные насыщать благодатной энергией хозяина и его жилища. Спотифилум отвечает за женское счастье и символизирует супружеское целомудрие. Этот цветок любви приносит в дом мудрость и доверие друг другу. Мирт популярен в виде свадебного презента молодой паре. Считается, что семейная гармония не покидает жилище, в котором есть мирт, а семейная пара будет жить в любви, мире и согласии. А их резон считают деревцем счастья, древом любви. Его дарят на новоселье. Считается, что он притягивает в дом комфорт, мир и благополучие. Фиалка с древних времен считается оберегом для влюбленных. Она дома формирует праздничную атмосферу, приносит своим владельцам чувство комфорта. Энергия фиалки притягивает здоровье, изобилие и успех. То есть все те факторы, которые очень важны для поддержания семейного благополучия. А вот антуриум является мужским оберегом. Его называют мужским счастьем. Этот цветок символизирует горячие любовные чувства. Считается олицетворением мужественности и силы. Хоя во многих странах символизирует признание в любовных чувствах. И используется в качестве своеобразной валентинки. К празднику 14 февраля она привлекает семейное счастье. Знаете, самое уютное место для нее в квартире – это спальня. Кибискус или китайская роза символизирует мир, взаимоуважение и страстные чувства. Хризантема бережет нежность в отношениях семейной пары. Она способствует сохранению любовных чувств и взаимного понимания на долгие годы. А юная хозяюшка растения, которая еще не вышла замуж, непременно встретит свою вторую половину.